Всем привет, меня зовут Ким, это специальный репортаж для компании NVIDIA. Сегодня поговорим о необычных смартфонах. Да, впереди он очень обычный, о нем сегодня и поговорим. Особенно если сделать вот так вот. Довольно обычный, да. Кто-то скажет, что он похож на какой-нибудь там смартфон. Сзади немножко лучше, хотя и здесь найдутся знакомые моменты, но речь все-таки не об этом. Новый смартфон выбирают еще и даже не еще, и, наверное, прежде всего по функционалу по начинке. И OnePlus, да, это OnePlus 5 или OnePlus 5, с функционалом здесь полный порядок. А еще в компании немножко другое отношение к своим покупателям. И в том числе благодаря этому у марки реально много фанатов. Начнем, пожалуй, с камеры. Это самое интересное, потому что OnePlus 5 заявляют, что здесь камера с самым высоким разрешением на планете. Ну, сильное заявление, честно говоря. Одна камера 20 мегапикселей, вторая 16 мегапикселей и обещает оптический двукратный зум. На самом деле зум 1,6 кратный, а 0,4 добирается с помощью цифрового зума. Но все равно качество неплохое. Вот фотки с обычным разрешением без зума, а вот с зумом 1,6. Ну, то есть, да, двукратным оптическим зумом. Давайте посмотрим. Еще благодаря двойному модулю можно делать неплохие фотографии в портретном режиме с красивым боке. Это можно делать как в автоматическом режиме, так и в полностью ручном. Кому нравится немножко возиться с настройками. Настроек здесь много и настройки на любой вкус. Если до этого у вас был OnePlus 3T, то пятерка вам точно понравится больше, ну, то есть, ее камера, потому что здесь автофокус на 40% быстрее, так заявляет в компании. Но у OnePlus почему-то не поставили сюда оптическую стабилизацию на основную камеру. Да, это, мне кажется, такой нюанс. Зато здесь неплохая фронталочка 16 мегапикселей. Тестовое видео на камеру смартфона OnePlus 5. Посмотрим, как выглядят цвета. Яркий диван. Зеленый. Цветной. Это естественный свет. Крупный план. Посмотрим общий план. Идем, идем, идем. И общий план. Многие из нас любят снимать такие планы. Красивые виды. Можете оценить. Звук на встроенный микрофон. Зум. 2Х. Зум. 1Х. То есть зума нет. Собственно, вот. Тестовое видео. OnePlus 5 это топовый смартфон компании. Естественно, здесь топовая начинка. Процессор Snapdragon 835. И до 8, до 8 гигабайт оперативки. Но есть и такая попроще версия, где 6 гигабайт оперативки. И не 8, а 6, и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Мы уже не раз тестили смартфоны с похожими конфигурациями. И вот прям ни разу нам не удавалось сделать так, чтобы смартфон с такой начинкой, с 8 гигабайтами оперативки, начал тормозить. Ну, мне кажется, вам это тоже не удастся сделать. Но в ближайшие, наверное, 2-3 года уж точно. К тому же разработчики дополнили железо какой-то софтовой фишкой, которая следит за приоритетом приложений, чтобы ресурсы смартфона, которые, честно говоря, ого-го, но тем не менее, они расходовались очень грамотно, а также грамотно расходовался ресурс аккумулятора. А что интересно, аккумулятор у OnePlus 5 менее емкий, чем у OnePlus 3T. Здесь 3300 мАч, а до этого было 3400 мАч. Но благодаря вот той самой оптимизации смартфон вроде как работает на 20% дольше, чем предшественнее. Но все равно, честно говоря, получается такой световой день. То есть, там, утром вы встали, сняли с зарядки, с розетки, и к вечеру 6-7-8 часов, может, даже чуть раньше, при очень активной эксплуатации, у вас уже, так сказать, пора идти в сторону розетки. Для своей диагонали 5,5 дюйма здесь экран, смартфон довольно привычных размеров, толщина 7-25 мм. Это на 20% тоньше, чем OnePlus 3T, такая приличная разница. И это самый тонкий из всех смартфонов OnePlus. Их, конечно, не так уж и много, но все равно такое достижение внутри компании. Корпус алюминиевый смартфон весит 153 грамма. Две важных особенности, которые вам, я думаю, нужно знать. Во-первых, экран здесь Full HD. Разработчики считают, что этого вполне достаточно. 4K, OLED, все вот это вот здесь пока что не нужно, но экран яркий, да. Но второй вот нюанс, он такой более ощутимый. Здесь нет разъема для карточек microSD. Да, вот это уже ощущается. С другой стороны, 128 гигов встроенной памяти, это прилично и, скорее всего, должно хватить. Из необычного на корпусе вот такой вот переключатель режимов. Вверх и вниз. Тут, естественно, есть такая рифленая поверхность. Палец ложится отлично. Здесь гнездо для сим-карт, а вот сим-карт здесь две. Поддержка, например, от двух сим-картов. Нам достался черный OnePlus 5, но всего цветов три. Есть еще серый и золотой. Вот золотой цвет, ну, я живьем не видел, но на картинках смотрится, ну, скажем так, интересно. Я бы его посмотрел живьем, прежде чем покупать черный или золотой. Еще особенность операционка Android Nougat, но здесь стоит фирменная оболочка OnePlus. Называется Oxygen OS. Шустрый сканер отпечатков пальцев, разблокировка за 0,2 секунды, а также разъем 3,5 мм. Да, у OnePlus говорят, что вот такая особенность, у нас он есть. Так что вот круто имейте в виду. Ну, это и правда у меня топовая начинка, сдвоенная камера, супербыстрая зарядка в комплекте. И приветствие от основателя компании OnePlus, как теплое отношение к своим покупателям. Так что наборчик все-таки приятный, имеет смысл как минимум подумать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. М-видео. Нам не все равно. Субтитры сделал DimaTorzok